Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Инесс Потапова. Сегодня мы поговорим о цифровой медицине. Как известно, Чуваша вошла в топ-5 регионов России по развитию цифровой зрелости в здравоохранении. Что такое электронная карта пациента? Как используют планшеты медики? Появится ли искусственный интеллект в здравоохранении? Об этом и многом другом смотрите далее. Более 60 лет назад в истории советской медицины произошло знаковое событие. В Институте хирургии имени Вишневского организовали первую в стране лабораторию медицинской кибернетики и информатики. Именно это дало старт развитию современных медицинских информационных систем. Первая советская машина с развитыми возможностями обработки алфавитно-цифровой информации «Минск-22» помогала медикам определять пороки сердца, обрабатывать данные, оценивать целесообразность направления на госпитализацию или выписки из клиники. Еще пять лет назад, прежде чем попасть на прием к врачу, нужно было отстоять очередь в регистратору за медицинской картой. Затем еще одну на прием. При этом регулярно возникала путаница с талончиками, люди нервничали, врачи тоже. На самом приеме много времени уходило на сбор анамнеза, расшифровку результатов анализов. Сейчас все происходит гораздо быстрее. Благодаря медицинской информационной системе все, что связано с обследованием и лечением пациента, заносится в электронную базу. Нет необходимости каждый раз брать с собой результаты всех исследований. Можно взять с этим планшет, можно сказать, и можно на всех пациентов везти. Показывает, что своим номером идет, и каждый из него. То есть мы друг другу ничего не передаем. Это только мой планшет, и я его только под собой ношу. И также у каждого. Это удобно в плане того, что мы можем ее сюда с собой взять. Вес небольшой, то есть не надо брать у каждого карточки. Мы до этого писали все на бумажках на дому, на вызове получилось. Сейчас можно все в планшете. Не надо обратно на работу возвращаться и что-то вбивать. То есть если это срочно что-то нужно. Здесь его адрес, номер телефона, СНИЛС, полис. Данное, партпорта, все написано. В какой больнице он относится. Врачи, терапевты, все пишут. То, что вакцину делали, не делали. Инвалидность, если вдруг у пациента есть, тоже все сразу высвечивается. Потом идут заболевания. То есть это все заболевания, по которым пациент наблюдается в больнице. Не только в нашей, по всей республике. Также мы можем смотреть любые обследования, которые проводились. Это от рентгена, маммография, все УЗИ, все вбивается у нас тоже в общую систему. Несмотря на удобство гаджетов, от бумажных медицинских карт врачи все же не спешат отказываться. В тех случаях, когда бывает, что зависает программа, тогда и пользуемся бумажным осветителем. То есть перед приемом врачей все равно нужно ставить в регистраторе и брать бумажную медицинскую карту? Ставить в регистраторе не надо. Нам перед приемом медицинера приносит амбулаторную карту, уже готовую на прием. Возможно ли в будущем вариант полного отказа от бумажных версий медицинской карты переход на электронную? Я думаю, в будущем возможно. Электронная карта активно используется не только на приеме у врача и на амбулаторном лечении. Врачи с скорой медицинской помощи тоже приезжают на вызовы с планшетом. Когда поступает вызов, он сразу приходит к нам на планшет, где мы можем посмотреть пол, возраст пациента, точное местонахождение. Также, пока мы едем на адрес, мы можем посмотреть, вызывал ли пациент ранее скорую помощь, какие у него есть хронические заболевания, есть у него аллергия на какие-либо препараты. По приезде на нужный адрес фельдшер рассматривает больного и начинает заполнение электронной карты пациента. Мы указываем его локальный статус, то есть, как сейчас, в данное время, выглядит человек, степень тяжести его состояния, зрачки, цвет кожных покровов, осмотр внутренних органов, симптомы различные проверяем, острые, неотложенные хирургические симптомы. Сведения из электронной медицинской карты могут спасти человеку жизнь. Был такой случай, что, приехав на адрес, пациент находился в бессознательном состоянии. Скорую ему вызвали соседей, то есть, данных в планшете у нас не было, но дома лежала амбулаторная карта пациента. Данные все мы забили в планшет и вышли ранние, более ранние адреса, так сказать, когда он вызывал скорую. И выяснилось, что этот человек вызывает скорую часто с гипогликемией, так как систематически не принимает лекарственные препараты от сахарного диабета, а когда принимает, ну, получается, передозировка наступает инсулина и приводит к гипогликемии. Просто мы ввели пациенту раствор глюкозы, и пациент пришел в себя. То есть, это нам помогло в диагностике этой комы и сэкономили нам времени. Кроме планшета, бригады скорой снабжены видеорегистраторами. В каких-либо спорных ситуациях запись позволит подтвердить или опровергнуть информацию, а в крайних случаях обеспечит безопасность медицинских работников. А что за кнопка СОВ? Если бригаде предоставляет какая-либо опасность на вызове, угрожа, есть угроза здоровью или жизни, можно на нее нажать, и, то есть, данные передаются в МЧС, службе безопасности. Но, к счастью, мы на эту кнопку еще ни разу не нажимали. В системе здравоохранения успешно внедрены и другие цифровые технологии. Создан центр госпитализации в оперативном отделе, куда стекается информация о коечном фонде со всех медицинских организаций. И, конечно, очень тщательно отслеживается наличие свободных коечных мест. Эта система работает также в автоматизированном режиме. Мы эту информацию видим уже в режиме онлайн. Также бригада на вызове может отметить необходимость посещения пациента участковым врачом из поликлиники. Эта информация уходит в больницу. Изменилась и маршрутизация. Сейчас в республике действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. С Сереньким выделена у нас центральная районная больница, куда в первую очередь доставляются, обращаются пациенты. По территориальному признаку еще сформированы медицинские центры для оказания. Это многопрофильные больницы, которые оказывают медицинскую помощь второго уровня. И, естественно, в городе Чебоксары находится медицинская организация республиканского уровня, в которых оказывается уже помощь третьего уровня. Это все сложные операции, все тяжелые больные. В системе скорой помощи республики действует единая служба по приему звонков от населения. Около трех тысяч звонков за сутки. Из них, конечно, выездов больше тысячи за сутки. Бригады у нас выезжают к больным и оказывают скорую медицинскую помощь. Цифровизация открывает для развития здравоохранения более широкие возможности, особенно в части организации работы скорой. В Центре медицины катастроф намерены ими воспользоваться. Мы сейчас работаем над серьезным проектом. Это искусственный интеллект. Интегрирована эта программа будет с ГЛОНАСС. Возможности смотреть, как бригада быстро доезжает до пациента. Нарушает ли при этом правила водитель. Это все программа будет обрабатывать. Как ни странно это звучит, развитие цифровизации отрасли в немалой степени способствует и пандемия. Эпидемиологическая обстановка вынуждает оптимизировать процессы, сокращать контакты, работать дистанционно. Вот, например, сервис для дистанционного информирования о результатах ПЦР-диагностики, записи на вакцинацию, вызова врача на дом. Для этого нужно позвонить по единому номеру 122. На звонок отвечает голосовой помощник. Привитые от коронавируса также автоматически получают электронный паспорт вакцинированного. Человек, прошедший вакцинацию, заполняет дневники самонаблюдения на портале государственных услуг. В 1, 2, 3 день, 7, 14, 21 день вводится второй компонент вакцины. И также заполняются дневники самонаблюдения 21, 22, 23, 28 и 42 день. Выходит фактический дата заполнения дневника. Некоторыми возможностями единой информационной системы могут воспользоваться и жители республики. В личном кабинете на портале Госуслуг можно ознакомиться с историей своих визитов в поликлинику и получить всю документацию, например, выписку из стационара. За долгие годы существования электронной регистратуры все настолько к ней привыкли, что запись через Госуслуги кажется сложной и запутанной процедурой. Посмотрим, так ли это. Заходим на сайт Госуслуг, авторизируемся. Если вы еще не проходили регистрацию, то нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Нажимаем «Каталог услуг», «Мое здоровье» и «Запись к врачу». Выбираем регион, указываем, кого хотим записать на прием. Медицинская организация, к которой вы прикреплены, определяется автоматически. Если нужно записаться к терапевту, то нажимаем «Ваш участок». Если нужно попасть, например, к неврологу или хирургу, то нажимаем «Узкие специалисты». Выбираем врача, появляется график работы. Готово, вы записаны. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова